Всем добрый день! Сегодня я покажу как сшить вот такие мешочки для лаванды, чтобы потом поместить их в шкаф и там будет очень приятно пахнуть. Кроме того, этот запах не любит моль. Для того, чтобы сшить быстро и легко такие мешочки, я предлагаю взять обычный лист А4. Сложить его сначала вдвое, потом в четверо. Затем отметить вот с этого края 3 сантиметра. Дальше сделаем надсечки. Вот здесь уголочек. Еще здесь. И вот тут, где наши 3 сантиметра тоже. Убережем такой небольшой треугольничек. Здесь заложены у нас уже два мешочка. Вот это будет один и второй. Если мы положим вот эту выкройку дважды или трижды на ткань, то у нас будет одновременно готово 6 мешочков. Шить мы будем из шифона. У меня это остаток тюля, равно как и здесь. Я покажу просто накладка для того, чтобы было понятно. Раньше саше шили из белого хлопка, но я думаю это было только потому, что не было синтетических тканей, а по сути нам нужна пористая ткань, которая пропускала бы эфирные масла. И в нашем случае мой выбор остановился на шифоне, потому что эта ткань может быть обработана просто при помощи огня. вырезаем сейчас только внешний контур. Все три оставляем пока вместе. И так мы будем обрабатывать внешний край трех шаблонов одновременно. Для этого будем использовать боковую часть свечки. Следующий шаг это согнуть по меткам и заутюжить вот эти вот подворотики так и навстречу ей с этой стороны. Опять же по меточкам. Вот так. Вот я заутюжила ткань по меткам. Нужно еще нарисовать линии, разделяющие отдельные мешочки. Если вы захотите сделать вышивку, то вот примерно в этом районе она должна быть. Сейчас удобно натянуть на пяльца. Дальше нам нужно проложить две строчки на сантиметр от края и на два сантиметра от края. Если вы хотите пришить кружево по краю, самое время это сделать сейчас по всей длине. Мешочек почти готов. Осталось собрать его по бокам. Соединяем лицом к лицу и прокладываем строчку здесь и здесь. Дальше нам опять понадобится лист. Мы отмеряем три длины листа. Отрезаем. Дальше делим эту нить пополам. Сейчас наша задача ставить впереди и сзади шнурок для того, чтобы потом стягивать мешочек по бокам. Нам нужно отверстие. Для этого вот здесь и здесь мы сейчас при помощи свечки сделаем отверстие. Нам понадобится любой острый предмет металлический. Разогреваем его в верхней части огня. Отделяем верхнюю часть кулиски. Приделаем здесь отверстие для булавки. Это будет просто быстрее, чем обметывать петлю. Измельчаем сухую лаванду. Вот наш мешочек. Завязываем одну сторону. Покажу поближе. Эти мешочки сделаны по одной выкройке. Только здесь использовался шифон с вышивкой. Здесь гладкий шифон с добавлением кружева. Все остальное у них такое же. Покажу поближе. Субтитры подогнал «Симон»